Американская летальная помощь. Конгресс США одобрил поставку в Украину смертоносного оружия. 1 октября американские радарные системы и противотанковые комплексы могут оказаться на вооружении украинских военных. Хотя раньше Вашингтон поставлял нам только внедорожники, беспилотники и военные оснащения для солдат. Теперь же хозяин Белого дома всерьез задумался, стоит ли идти на поводу у парламента. Законопроект зависает в напряженном ожидании. А вместе с ним и мир. Ведь это может послужить поводом к еще большему обострению ситуации в Украине. С депутатов и судей сняли шкуру. Конституционный суд дал зеленый свет лишить их неприкосновенности. Суд решил, что лишение народных избранников иммунитета не ограничивает их права и свободы, закрепленные в Конституции. Почти то же самое касается и судей. Единственное отличие – их неприкосновенности лишат не полностью, а лишь частично. Вершителям правосудия оставят так называемый функциональный иммунитет. Это означает, что судей нельзя будет привлечь к ответственности за действия, совершенные в процессе выполнения ими профессиональной деятельности. Одной из главных своих привилегий – депутаты и судьи лишаться не раньше осени. Именно тогда РАДО сможет во второй раз вернуться к законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Напомню, изменения в основной закон вносят в особом порядке. Он предусматривает голосование на двух сессиях. В нынешней парламентарии уже рассматривали этот вопрос. Вернуться к нему они смогут лишь в сентябре, когда начнется следующий этап голосования. О преимуществах и недостатках отмены депутатской и судейской неприкосновенности рассказал Академия юрист Вадим Семенов. На сегодняшний день депутат без согласия парламента не может быть ни арестован, ни задержан, ни привлечен к уголовной ответственности в принципе. Судьи могут быть привлечены к уголовной ответственности, но не могут быть арестованы или задержаны. Представленный законопроект исключает статью, касающуюся неприкосновенности депутатов и изменяет статью, касающуюся судейской неприкосновенности. То есть судью можно будет арестовать или задержать без согласия парламента, но с согласия высшего совета юстиции. То есть по сути в отношении судей ничего не меняется. Решение об их аресте будет приниматься только узким кругом людей. Хорошо это или плохо? Сложно сказать. Противники снятия депутатской неприкосновенности говорят о том, что при нынешнем уровне коррупции в судах и правоохранительных органах снимать неприкосновенность нельзя. Но извините, весь народ как-то живет без неприкосновенности при нынешнем уровне коррупции в судах и правоохранительных органах. То есть получается, что депутаты своей неприкосновенностью хотят уберечь себя от коррупции в судах и правоохранительных органах. Тогда зачем бороться с этой коррупцией, если достаточно принять один закон, который их ограждает и обезопасивает от этой коррупции. Я лично считаю, что неприкосновенность надо снимать. Пусть эта коррупция касается этих депутатов и судей, пускай они о ней думают. Сутки на раздумье. Расформированному батальону торнадо дали время сдаться. В ближайшие 24 часа правоохранители не будут штурмовать базу, где забаррикадировались бойцы роты. Силовики предупреждают, после этого перейдут к более решительным действиям. Напомню, двое суток милиция-прокуроры пытаются попасть на базу батальонов при волье, но вооруженные бойцы крепко держат оборону. Они заминировали территорию базы и расставили по периметру снайперов. По данным милиции, сейчас там находится 170 человек, и 43 из них имеют судимости. Информация об участии торнадо в ЦЭФ обновляется ежечасно. Вот еще некоторые сведения. Исполняющий обязанности командира зверского батальона Николай Цукур заявил, в батальоне обеспокоены пропажи двоих бойцов. Их нет ни в списках задержанных милиции, ни на базе. До этого, напомню, восемь бойцов торнадо задержали. Их обвинили в пытках и изнасиловании. Сам батальон расформировали. В отношении каждого бойца правоохранители намерены провести расследование. Начислять субсидии будут автоматически. Не всем, только пенсионерам и инвалидам. В парламенте похвастали решением. Льготы автоматом будут начисляться на основе данных Пенсионного фонда, Государственной фискальной службы, Фондов социального страхования и других органов государственной власти. При этом на работающих пенсионеров нормы нового закона распространяться не будут. Для них законодатели сохранили порядок личного оформления субсидий. Закон начнет действовать только после того, как его подпишет президент. Удар по сланцевой революции. Американские ученые доказали связь между добычей сланцевого газа и землетрясениями. Исследователи проанализировали несколько сотен землетрясений за последние 40 лет. И вот к чему пришли. Землетрясения часто совпадали с началом применения технологии гидроразрыва пласта, которая используется при добыче сланцевого газа. Напомню, многие исследователи убеждены, эта технология наносит огромный ущерб окружающей среде. Сами же добытчики сланцевого газа считают подобные обвинения безосновательными и дискредитирующими их в глазах общественности. О том, что это на самом деле правда или информационный вброс, призванный замедлить продвижение нового метода добычи газа, рассуждает экс-начальник управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины», независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский. Есть такая версия по поводу того, что Саудовская Аравия, чтобы не потерять поддержку Соединенных Штатов, использовала такой рычаг снижения цен на нефть. Не то, чтобы насолить, а для того, чтобы задержать американское присутствие в Саудовской Аравии. Потому что тут мы уходим в проблемы Ближнего Востока, с Аравийского полуострова, потому что там происходит масса вещей, то, что связано с исламским государством, то есть с теми проблемами, которые происходят на Ближнем Востоке. То есть, если не углубляться, Саудитам нужна американская поддержка, то есть они пытаются таким образом вывести Вашингтон на переговоры. Они сворачиваются не по причине экологических проблем. Сланцевые проекты, они достаточно дорогостоящие, то есть там высокая себестоимость добычи. Опять же, нужно понимать, что речь идет в первую очередь о добыче сланцевой нефти, потому что там не столько сланцевый газ, о котором у нас любят говорить, там все-таки сланцевая нефть является первоочередным, то есть это те полезные ископаемые, те энергоносители, которые добываются в первую очередь. А сланцевый газ – это, знаете, как сопутствующий на сегодняшний день продукт, в связи с чем была вызвана его достаточно низкая себестоимость, что отразилось на ценах на американской газовой бирже, на Хенрихабе, достаточно невысокие цены. Но сейчас проблема для добычи сланцевой нефти, сланцевого газа – это вопрос цены на нефть. Низкая цена на нефть, по сути дела, гасит эти проекты. Те, кто работал с рентабельностью где-то порядка 30-60 долларов за баррель при добыче нефти, ну вот те еще как бы на плаву держатся, но тем не менее давайте понимать, что нефтегазовая отрасль – это отрасль, где процессы экономические происходят очень инерционно, небыстро. То есть, соответственно, низкая цена на нефть, который вот этот период, который пошел с прошлого года, он даст результаты по сокращению в виде сокращения добычи где-то года через полтора-два, не раньше. То есть сейчас мы видим только динамику отсутствия сокращения инвестиций в разведку, сокращения инвестиций в дальнейшую добычу, потом вот это сокращение инвестиций уже отразится на объемах. Но как бы все это будет постепенно, не сразу. Поэтому я бы прямо сейчас не стал говорить о том, что все пропало, все закончилось. Да, оно сворачивается, но это процесс, который будет происходить постепенно. В пятницу утром Венецианская комиссия утвердила заключение по президентскому законопроекту 1776 о внесении изменений в Конституцию Украины в отношении неприкосновенности народных депутатов Украины и судей. Этот законопроект только сегодня получил одобрение Конституционного суда Украины, необходимое для рассмотрения его Верховной Радой во втором чтении, которое, по словам председателя Верховной Рады Украины, может состояться уже в сентябре. Накануне рассмотрения проект заключения комиссии претерпел ряд изменений. Комиссия признает парадоксальный характер депутатской неприкосновенности. Она одновременно может использоваться и для укрепления демократического развития, и для его ослабления. В развитых демократиях агрессивное давление со стороны исполнительной власти, включая прокуроров, утратило былую силу и не оправдывает неприкосновенности парламентариев. В правильно функционирующей политической системе, основанной на порочном верховенстве права, члены парламента достаточно защищены иными механизмами и не нуждаются в специальном иммунитете. В некоторых новых демократиях нежелание парламента снять депутатский иммунитет там, где это следовало бы сделать, стало препятствием борьбе с коррупцией. Несмотря на это, комиссия пришла к выводу, что в украинской политической системе, где демократия хрупка, полная отмена депутатской неприкосновенности может быть опасна для функционирования и автономии парламента. Нынешнее состояние верховенства права в Украине, широкое распространение судейской коррупции пока что не позволяют полностью отказаться от депутатской неприкосновенности. Когда в государстве недостаточно сильное верховенство права, есть серьезные основания опасаться, что власть будет пытаться выдвинуть сфальсифицированные обвинения против политических оппонентов, а суды могут поддаться политическому давлению. Вместе с тем, по мнению комиссии, депутатская неприкосновенность ни в коем случае не должна использоваться для препятствования предварительному расследованию, кроме случаев, когда оказывается неоправданное агрессивное давление на члена парламента. Расследование должно осуществляться по горячим следам, а не спустя годы, когда истечет срок действия депутатской неприкосновенности. Комиссия считает, что модель депутатской неприкосновенности в Украине нуждается в усовершенствовании, чтобы она стала способна одновременно решать обе задачи и предупреждать вмешательство в парламентские дела и способствовать борьбе с коррупцией. Комиссия рекомендует Украине присмотреться к итальянской модели депутатской неприкосновенности, когда прокурор и судья обязаны уведомить парламент о возбуждении уголовного производства против члена парламента и о выдаче ордера на его арест. А парламенту в лице одной трети его членов дается полномочия и срок обжаловать следствие и задержание любого из своих членов в Конституционный суд. Такое обжалование парламентом приостанавливает следственные действия и задержание ареста до решения Конституционного суда. В отношении эмоциональной полемики, развернувшейся не на шутку проекта утвержденного заключения, хочу обратить внимание на один из основных моментов. Рекомендация Венецианской комиссии вообще в принципе сохранить депутатскую неприкосновенность в Украине тщательно взвешенное решение, которое принималось не просто так, а с учетом всего комплекса сложившихся на Украине обстоятельств. Отсюда важные нюансы утвержденного только что заключения. Во-первых, депутатский иммунитет предлагается сохранить в значительно ограниченном виде. Заметим, комиссия рекомендует вывести из-под специального согласования предварительное расследование уже просто не по факту, а в отношении народного депутата. Комиссия требует усовершенствовать институт депутатской неприкосновенности, предлагает его более эффективную модель. Во-вторых, и это главная комиссия этой рекомендации дает понять Украине. Отказываться от депутатской неприкосновенности нужно, но для этого следует вначале добиться качественных результатов в судебной реформе и реформе правоохранительных органов. С этого следует начать. Важно, чтобы все в Украине поняли этот сигнал.